приветствую вас друзья с вами шевченко александр и это канал академии счастья я рассказываю о том как улучшить качество жизни и сегодня поговорим о том как справляться с проблемами в вашей жизни потому что каждый человек делает это как-то по-своему я бы даже назвал не с проблемами а с ситуацией потому что слово проблема имеет определенное значение когда есть определенный постулат я например хочу быть счастливым и противопостулат я не хочу быть счастливым хотя многие не признают что у них есть это противонамерение что они не хотят быть счастливыми и поэтому остаются в этом состоянии проблемы и расскажу свою историю как у меня происходило становление наверное даже лучше начать с нее потому что я когда начал в 20 лет заниматься практиками центологии дианетики для меня это было что-то совершенно новое то есть я понимал что здесь есть очень важный момент это как понимание смысла потому что до этого у меня не было какого-то смысла жизни то есть я просто шел и делал какие-то вещи которые были далеки от меня самого то есть как это происходит у обычного человека начинается все с рождения потом родители так как у них нет времени отдает детский садик потом опять же школа университет и потом работа или бизнес у кого уже как пойдет получается что человек он как бы идет по накатанному пути и ему уже заготовлен этот путь то есть ему не дают даже свободу выбора ну вернее выбор какой то есть пойти в тот институт или в этот тот университет или в другой на эту работу или на другую но это совершенно не то и вот когда я начал заниматься и начал получать процессинг я понял что есть свобода выбора что это не просто что-то такое что каждый человек и как говорят ой как бы ее на самом деле нет свобода выбора в чем заключается в том что в сознании есть определенная скажем так пустота и есть те суждения среди которых мы можем выбирать и тут нету такого вот как прям вот судьба и все и от нее никуда не уйти нет тут есть способность такая как бы как вот почувствовать что действительно твое и когда я начал обучение получал в сессии процессинга мне стали появляться озарение то есть озарение это когда я стал иначе понимать жизнь то есть я понял что то что я делал до этого это было просто ну скажем так неопределенность то есть я делал эти вещи так как у меня не было чего-то вот ну как бы другого то есть чего-то что вело бы меня по жизни а вести по жизни я считаю может то что мы называем вот как миссии то есть то что действительно хочется делать это что делаешь во благо и вот когда чувствуешь вот эту наполненность вот тогда жизнь раскрывается и наполняется другими красками и очень важно чтобы в к в жизни каждого человека это было когда я почувствовал что я могу жить иначе ты отказался от того что у меня было в прошлом потому что она мне перестала быть интересным это и общение с определенными людьми которые ну скажем просто не приносили никакой пользы то есть то что называют таким токсичным общением то есть это и употребление алкоголя сигарет какие-то вечеринки употребление различных веществ влияющих на сознание это все постепенно отпала почему потому что просто перестал быть нужным также я понял что я теперь могу помогать другим людям то есть если мое состояние улучшилось то мне хочется видеть рядом таких же осознанных и счастливых людей поэтому я стал помогать им то есть тоже проводить процессе обучать процессингу и давать людям знания о том как справляться с подавлением в жизни как быть целостным честным потому что от этого и зависит счастье сейчас мы плавно переходим к тому как справляться с проблемами или с состояниями в жизни очень важно быть честным к ним то есть воспринимать их как есть до бывает какие-то вещи мы не видим даже я какие-то вещи бывают не вижу мне другой человек помогает обратить внимание на это и тут важно быть честным и в то же время это очень тонкая грань потому что каждый видит ситуацию по-разному и можно навязать свое видение человеку и он тоже будет также видите ли начнет отвергать это этого не нужно делать важно помочь себе или другому посмотреть на ситуацию как есть то есть воспринять ее вот в полном объеме как она образовалась и почему и тогда произойдет настоящее исцеление то есть это не борьба а урегулирование то есть я называю это как раз урегулировать или справиться потому что даже известно из квантовой физики что два две частицы или два предмета тела помещенные в одно и то же время пространство они происходят у них аннигиляция да то есть в данном случае мы тут бы говорили о материи и антиматерии но здесь мы объясняю проще мы смотрим на это и воспринимаем это как есть и вот тогда это действительно уходит то есть происходит как раз вот такая аннигиляция то есть рассоздание и это очень легко проверить вот мы делаем каждую сессию практики которые помогают в какой-то степени улучшить свои восприятия и попробовать что-то как это работает вот эта практика восприятие как есть она очень простая мы можем даже сейчас сделать чтобы вы попробовали и увидели как это первый эффект хотите давайте сделаем это как коротенькая сессия на одну-две минуты которая позволяет вам получить первое понимание а потом вы можете продолжить самостоятельно или вместе с вашим напарником вот помогая себе таким образом то есть это помогает в улучшении качества жизни просто сядьте если вы еще не сидите в удобном месте закройте ваши глаза и создайте пространство для сессии имеется ввиду что вы просто почувствуете вокруг вас пространство какое оно ощутите себя в этом пространстве как как сознание ваше тело в этом пространстве и дальше найдите любой эпизод который вам хотелось бы рассмотреть рассоздать который вы скажем так какой-то может быть неприятный эпизод произошел недавно чтобы вы его легко помнили чтобы вам не приходилось там как-то сильно далеко углубляться это для примера вот этот эпизод когда вы нашли почувствуете его в полной мере переместите ваше внимание в самое начало этого случая то есть тогда когда вы вот вы почувствовали что все началось и потом когда вы почувствовали что вы вначале двигайтесь через этот случай своим сознанием не вспоминая а перепроживая это то есть как будто вы вновь этот случай чувствуете со всеми эмоциями ощущениями и вот так перепроживайте и ощущаете то есть воспринимайте как есть с полным принятием потом вы проходите до конца случая ощутили что вы завершили это полностью да то есть и потом когда вы завершили до конца снова вернитесь в начало случая и перепроживите случай еще раз то есть по новой да но по новой это означает не так как вы делали в прошлом вот так как он есть сейчас по новой в новую единицу времени это очень важно и так вы делаете один раз на прожили второй раз прошили третий раз прожили и вы наблюдаете как меняется этот случай как меняется его энергетика как появляется больше принятия очень важно наблюдать изменения потому что если изменения происходят значит вы все делаете правильно если изменение происходит значит возможно вы просто вспоминаете тот случай не проходя его по новой а просто вспоминая тогда изменений не будут происходить, потому что важно проходить каждый раз в новую единицу времени. И так вы делаете до того момента, пока вы не почувствуете, что там больше нет негативного заряда, что это, ну, заряд ушел, стерся, и там больше ничего нет. Это и есть тогда завершение. Вот, возможно, вам придут какие-то новые понимания, почему, как это произошло. Отнеситесь к этому тоже с принятием, это очень важный этап духовного развития, когда у вас появляются новые озарения. Вот, можете их записать и интегрировать в вашу жизнь. Это действительно очень важно. Вот, если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то смело пишите мне в личные сообщения в любой соцсети, мои контакты будут указаны в описании к этому видео. Быстрее всего я отвечаю в Viber, вот, потому что это основной канал коммуникации. Можно писать мне, набирать, и я проведу бесплатную консультацию, где расскажу подробнее о процессе, и помогу вам справиться с вашей конкретной ситуацией. Вот, на этом мы будем, пожалуй, заканчивать на сегодня. Если это видео вам было полезным, понравилось, то ставьте отметку «Нравится». Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписчик. Вот, включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят у меня ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, я уверен, оно тоже будет для них полезным, важным и приятным. Вот, а пока можете посмотреть видео, которые появились на вашем экране, или сейчас появятся. Вот, и, конечно же, если будет желание, то добавляйтесь в друзья в соцсетях, можете помочь каналу, все реквизиты указаны в описании к этому видео. А мы с вами увидимся совсем скоро, это произойдет завтра. Смотрите мои новые видео, и всего вам доброго, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok